Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Начиная рассказывать о подготовке грунта к посевам и знакомить новичков со всякими приемами обеззараживания, я даже не думала, что придется объяснять вот самые-самые мелочи, но теперь я буду делать так, буду на каждый вопрос давать подробный ответ в видеосюжетам. Вот новички все должны знать, что если вы начинаете выращивать рассаду впервые, решили сами вырастить ее, то вы должны понимать, что это очень непростое дело, потому что молодые сеянцы, они сильно отличаются от тех взрослых растений, которые мы привыкли видеть в огороде и в теплице. Рассада требует к себе особого отношения, даже, можно сказать, такого трепетного. У нее всегда должны быть свои привилегии. И земля лучше, и свет ярче, вода повкуснее. Вот я вам показываю землю, вчера я ее занесла и показывала еще в таком необработанном виде, сейчас она прошла через мои руки, вот такие ровная, просеянная, увлажненная. Дальше встал вопрос о протравливании. И говоря про тему протравливания, мы коснулись, уперлись в марганцовку. И тут у нас возникли, не у нас возникли, а у новичков могут возникнуть проблемы с отмериванием, с отвешиванием маленького-маленького веса марганцовки. Потому что в инструкциях написано 1-2 грамма средства растворить в воде. Сейчас я не буду показывать, как я готовлю рабочий раствор, об этом будет специально отдельный видеоролик. Но вот как отмерить 1 грамм, многие не знают как. И действительно, 1 грамм у нас ни на каких весах, даже на электронных не показывает. Ложками отмерять это тоже, как ты, даже в маленькой ложечке, если вот, например, в пачке дается нам 10 граммов марганцовки. Отсоедини, попробуй 1 грамм. Сейчас я расскажу, как это делаю я. Я делаю это очень просто, потому что всю пачку сейчас замачивать мне очень много. Я нынче экспериментирую, буду вам рассказывать потом. Я вот один лоток буду протравливать привикуром, один фитоспорином, один медным купоросом и один марганцовкой. И потом вам буду показывать и рассказывать, какое средство действует лучше. Вот, сегодня буду делать марганцовку. Высыпаю весь пакет дорожкой. Делю визуально на 5 частей. Одна из этих частей будет 2 грамма, как раз те, которые нам нужны. Если дорожку сделать... Сейчас я ее сломаю. Но я не буду весь процесс показывать, но вы поняли принцип. Если дорожку сделать еще длиннее во весь лист и еще тоньше, и разделить ее сначала пополам, а потом уже еще на 5 частей, то эта одна часть будет ровно грамм. Потом этот грамм вам очень легко... Вы эту всю сыпите снова в пачку, заклеите скотчем. Она может лежать и год, и два. А эту часть, которая останется на листе, вы очень спокойно поместите и размешаете. Мешать нужно... Старайтесь деревянные предметы не использовать, они сгорают от крепкого раствора. Или старые зубные щетки, или вот у меня расческа для прокрашивания волос. Все. В следующих видеороликах я буду вам рассказывать, какой крепости должен быть раствор. Потому что они разные. Марганцовку делаем обязательно горячий раствор, свежий раствор. Для протравливания земли крепкий, для замачивания и протравливания семян более слабый. Все буду рассказывать очень подробно. Некоторым, может быть, не понравится, что то да потому, сто раз про одно и то же. Но протравливание это самое важное, можно сказать, именно та процедура, от которой зависит вся дальнейшая жизнь нашей рассады. Мало того, что грунт должен быть и мягким, и рыхлым, в нем не должно быть никаких примесей, он должен быть плодородным, но самое главное, он должен быть безопасным для жизни наших растений. Его обязательно нужно обеззаразить, то есть убить в нем все вот эти болезнетворные бактерии, которые, возможно, остались с прошлого года. Может быть, их там и нет, но мы все-таки должны еще раз как подстраховаться. Я уже говорила, можно пропарить, можно прокалить, можно проморозить, но вот у меня промораживание, он уже прошел, и дальше я все-таки еще буду проводить дезинфекцию именно средствами такими, как марганцовка, привикур, фитоспорин. Все это я рассказывала. И вот этой процедурой обеззараживания, дезинфекции пренебрегать нельзя. Попробуйте очень простой способ марганцовки. Вот как отделить нужное количество марганцовки я вам показала. В следующем видеоролике я буду показывать, какой именно и как я готовлю раствор для протравливания грунта. Протравливанием семян будем заниматься потом. Это делать нужно именно накануне посевов, а протравливание грунта мы делаем за 10-15, но в крайнем случае за неделю до этого, потому что грунт должен после этого еще немного подсохнуть. До свидания, до следующего видео урока.